Вы смотрите шоу подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Как-то незаметно подкрался конец года, и я уже слышу это джингл бэлс, джингл бэлс, джингл all the way. Или это там праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Да, да, да. Я уже думаю, как мы будем отмечать корпоратив с коллегами? Ну, либо на офисе по-домашнему, либо в ресторане. А можно пойти в какую-нибудь кулинарную студию, приготовить всякие вкусняшки и потом праздновать? Так это выходит, сначала сам готовишь, а потом за стол. И это прям пользуется спросом. Да, еще каким. Это интересно и необычно, во-первых. Во-вторых, так празднуют не только корпоративы, но и дни рождения, юбилеи, и другие праздники. А как это происходит, нам расскажут наши гости. Совладелец кулинарной студии Маис и Консерина Никитина, и шеф-повар, футблогер Виктория Риудская. Я надеюсь, они не только расскажут, но и покажут нам, как приготовить что-нибудь прям такое вкусное. Я тоже. Екатерина Никитина. По образованию биолог-аналитик, а также магистр в области управления. Работала в испытательской лаборатории, затем руководила ресторанным проектом. Год назад вместе с партнером открыла кулинарную студию Маис. Виктория Риудская. Получила два высших образования, педагогическое и экономическое, но нашла себя в кулинарии. За два года прошла путь от начинающего повара до шефа в ресторане азиатской кухни. Ну, привет! Как вы добрались до нас? Как настроение? Привет! Привет! Утренний Минск спокойный. Да? А скажите, мы знаем прекрасно, что такое рестораны, кафешки, закусочные. А что такое, что за новый формат кулинарная студия? Кулинарная студия, наверное, это не совсем новый формат для Минска, но, тем не менее, не такой распространенный. Вот. Отличается от кафе, в первую очередь, тем, что для вас готовит не повар, а вы готовите самостоятельно, но под руководством шеф-повара. Например, Вика один из наших шеф-поваров, поэтому... То есть это происходит так, что вы приезжаете к нам в студию, у нас уже готовые продукты, мы готовы к проведению кулинарного мастер-класса, и под руководством шефа готовите себе завтрак или обед, или ужин, смотря в какое время происходит мастер-класс. А блюдо сам выбираешь изначально, согласовываешь, или у вас там какое-то блюдо дня? Зашел в магазин, просто суп, да. Мы же упили слишком много фарша, и всю неделю мы валим бургеры и котлеты. Нет, но мы покупаем продукты под какой-то определенный мастер-класс, и есть мастер-классы открытые, когда любой желающий может записаться на этот мастер-класс, и закрытые, это когда мы организовываем мероприятия для каких-то компаний, либо семейные мероприятия. Почему именно кулинарная студия, а не просто открыть кафе, например? Ну, наверное, потому что с Сашей, это вот моя подруга и, скажем, со-создательница студии, просто в определенный момент пришло понимание, что как-то хочется чего-то нового, потому что кулинарная студия — это не только ресторан, это еще и постоянно что-то новое. То есть у любого, допустим, ресторана есть какая-то определенная концепция, и это какая-то определенная кухня. А в кулинарной студии мы можем каждый новый мастер-класс готовить блюда абсолютно разной кухни, там тайское, японское, европейское. Как настроение. Ну да, в зависимости от того, какое настроение у наших гостей, чего бы им хотелось готовить, либо если вот у нас какие-то, скажем, известные шефы, то с ними согласовываем что-то такое, что им хотелось бы приготовить вместе с гостями. Виктория, вот вы шеф-повар, работаете, я знаю, в ресторане азиатской кухни, а дома как часто вы какие-то изыски кулинарные готовите или так там? Пельмешки, пельмешки, бутерброд с сыром, макароны. Бутербродик с сыром — это, конечно, топчик. Но на самом деле для семьи готовлю совершенно простую еду, которая им нравится. Вот это, да, пюрешка, да, котлетки, да, там что-то запеченное мясо. То есть, да, я иногда пытаюсь приготовить это что-то по-особенному, чтобы это не было чем-то таким обыденным и надоевшим. Вот, и всегда как-то стараюсь придумывать что-то интересное для семьи, чтобы дети не ели, допустим, что-то одно, да, и чтобы у них не было такого «я это не люблю». Ну, как бы, вот у меня дети любят всё. То есть, едят то, что мама готовит без лишних вопросов. А с точки зрения наполнения кухни, чем отличается кулинарная студия от ресторана? Студия — это больше такой развлекательный формат, когда, во-первых, задача стоит в том, чтобы люди провели хорошо время, съели что-то вкусное и научились что-то готовить. И для этого им не нужно будет какое-то профессиональное оборудование. Поэтому у нас стоят бытовые духовые шкафы. Единственное, что там индукционные плитки настольные. Но, в принципе, всё, что мы готовим в нашей студии, теоретически можно воспроизвести у себя дома. А какие блюда зачастую выбирают клиенты, ну, такие большего обыденные, и какие вы готовили наоборот, такие очень весьма редкие? У нас топ мастер-классов для закрытых мероприятий — это паста итальянская, ну, с различными там соусами. Потому что иногда гости опасаются, что если будем готовить что-то экзотическое, то большая часть гостей станет голодная. Поэтому готовим что-то такое, что будет есть максимальное, скажем так, самое простое. Что ж, совсем скоро мы попробуем что-то приготовить прямо здесь, в нашей студии. Мы снова в студии шоу «Подъём» на телеканале ТНТ «Интернешнл». И у нас в гостях кулинарная студия «МАИС» и, в частности, шеф-повар Виктория Ривуцкая. Друзья, свои навыки готовки мы сегодня уже вам демонстрировали, но хорошо, что у нас оказался в студии профессионал, и, наконец-то, нас научат готовить по-настоящему. Да, прямо сейчас у нас будет выездной мастер-класс. И, Вика, что мы будем готовить? Мы будем готовить завтрак, самый вкусный завтрак, который есть. Мы будем делать скрэмбл с креветками и соусом на основе красной икры. Но для начала нам нужно сказать пару слов о компании «Изморей», которая привезла нам в студии эти вкусности. Доставка на дом рыбы и морепродуктов по всем крупным городам Беларуси. Отличный сервис, бодрая логистика и постоянные акции, и огромный ассортимент от палтуса и охлажденной форели до гребешков и французских устриц. Каждую неделю в наличии охлажденная филе лосося и свежая икра. Коллектив из Марини оставит вас голодными. Ну что, приступаем? Да. Погнали. Так, рассказывай, что мы будем делать. Сейчас мы обязательно... Так, ты почистишь креветки. Угу. Ты почистишь одну долечку чеснока. Я разобью яйца. Так, и... Заметил, что креветки без этого, без кишки? Да. Уже кишка очищена. Кто-то уже весь... А вообще очень крутая штука. Трубопровод удалил, так что не нужно заморачиваться вот этой работой. А у меня чеснок, вот кому интересно. Я почистила. Я все сделала. Теперь надо чесночок добавить сюда? Нет, мы его порубим сейчас ножом. Которого нет. Есть. Класс. Такой чехол для ножей. Да. Иногда с ним не пускают в метро. Ну понятно. Такой наборчик. Почему не пускают в метро? Я, честно говоря, не понимаю. Что мне еще делать? Могу петь, танцевать. Здорово. Ну пока постой. Так, мы посолим. Можешь немножко вот еще поболтать их. Я буду жарить, да, креветочки? Жарить прям. Давай еще добавим чеснока, потому что в креветочки любят сливочное масло и чесночок. Да? Да. А как об этом узнали? Вот, Шталька, пойдет масло? Что любят креветочки? Пойдет. Так. Готово. Ой, я думала, на гриль масло не надо добавлять. Надо, только ножом не надо. Нет, так это тепло, я в курсе. Я городской. Вот это вот еще один косяк. О, Глеша, стыдно. Ой-ой-ой-ой. Это из-за тебя все наши блюда утренние не получаются. Стоп, стоп, стоп. Они же должны покраснеть, да? Да. Ммм. Вкусно. А сколько надо держать на одной стороне? Мало. Они очень быстро готовятся. Можно. О, смотри, какие красивые. О, смотри, как я красиво переворачиваю. По-королевски. Нормально. Еще вот так, да? Можно чуть-чуть прикрыть. Угу. И чуть-чуть пошипят. Ах, как вкусно пахнет, друзья. Чесноком на всю нашу кухню. Так, мы порежем зелень. Так, это уже для украшения, да? Нет, для соуса. Как режешь красиво. Профессионально. Это несложно научиться, это всего лишь опыт. Да, да я и так режусь, даже нитками обыкновенными. Все, по-моему, надо доставать, да, ребят? Да. О, как. Все, креветочки готовы. Так, все, снимаем креветки. Опс, опс. И сейчас мы быстренько сварим соус и сделаем скрэмбл. Так, для соуса мы берем сливки, наливаем, чуть-чуть чесночка добавим. Угу. Так, я... Нырец. И масло туда, да? Нет, масло для скрэмбла. Немножко соли. Увеличим скорость. Сейчас ждем, пока сливочки загустятся. Как много икры. Ну, мы же для себя делаем. Не жалко. Для себя, для себя, любимых делаем. Тем более, такой соус не пробовал. Это теперь вареная икра, да? Нет, я просто в горячей, да, обработке икру не пробовал никогда. Так, все. Теперь отставляем его. Магия маслечка. Маслечка сливочная. Это мой любимый продукт. Ты же как джентльмен отдашь мне свою порцию? Конечно. Но не сегодня. Но не каждый же день к нам приходит повар профессиональный. То есть вот так вот? Ну, да. Но я же как джентльмен говорю. Да, но... Да, но есть но. Да. Смотрите. Для того, чтобы сделать идеальный скрэмбл, нам надо, чтобы вот маслечко чуть пошло пузырьками. Выливаем яйца. Угу. Знаете, почему такие желтые? Почему? Без белта. Домашние. А, домашние. Так, ждем, ждем. Как только чуть-чуть прихватится, надо перемешивать, да? Да. Ну, тут прям какая-то своя методика, да? Я реально, я просто вот так вот с бешеной скоростью перемешиваю, оно как рвано такое получается. И я думала, это скрэмбл. А вот оно что такое скрэмбл. Скрэмбл целостный. Скрэмбл должен иметь легкий глянец. Поэтому мы его оставим и займемся круассаном. И за время, пока скрэмбл горячий, он за счет внутренней температуры дойдет и будет такой, как нам надо, идеальный. Разрезаем круассан. Так, кладем шпинат. Ну, тогда запихивай. Все, я понял. Вот, чудесно. Видишь, как? Угу, угу, угу. А теперь кусочек скрэмбла туда, да? Да. А теперь креветочку. Креветочку одну? Ну, нет же, для себя делаем. Можно три. Кто первый? Я. Ну, все, все. Ну, все, сделайте мальчику, пожалуйста. Да, Оля, Оля, Оля. Мальчику. Ой, ладно уже. Пусть насладиться. Ну. Жизнью хорошей. Это, по-моему, самое крутое, что мы готовили на нашей кухне, да? Да, за всю историю. Пока что. Да. Раз. А ты чего? Ну, еще три. Раз, два, три. Друзья, даже непонятно, как это комментировать. Это обалденно вкусно. Как будто бы ты завтракаешь в ресторане. Ну, понятно, почему у нас такое ощущение. Вот такую вот красоту можно готовить в кулинарной студии МАИС под руководством настоящего профессионального шеф-повара. Мы с нами в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернашн. И сегодня к нам в гости пришли совладелица кулинарной студии МАИС Екатерина Никитина и шеф-повар Виктория Риутская. Мы для всех наших гостей готовим небольшие такие развлечения, испытания, интерактивы. И вас не обошли стороной. Да, для вас тоже подготовили. И так, наша игра называется «Коктейль головного мозга». Смотрите, правила предельно простые. У вас у каждой будет по три вопроса. Если отвечаете правильно, то вы используете в смузи какой-то ингредиент, который вот на лицевой стороне картинки, который вы сейчас видите. Если отвечаете неправильно, то переворачиваете, и там что-то менее вкусное, к примеру, ливерка или лук. Смузи, нормальный ход. Ну ладно, не настолько там все жестко. Просто чуть-чуть придется поиграть с вкусовыми рецепторами. Готовы? Готовы. Погнали. Екатерина, выбирайте какое-нибудь на что играть. Яблоко. Яблоко выбирайте, Екатерина. Итак, первый вопрос. На фруктах, которые продаются в магазинах, часто можно заметить наклейки, на которых указана страна либо компания импортер. Вопрос заключается в том, съедобны ли эти наклейки или нет? Наклейки съедобны или нет? А ты кому? Мы же каждый по три. Екатерина первая, все это. Я думаю, что нет. Ответ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration, FIDA, рекомендует мыть фрукты перед едой, но при этом не запрещает есть наклейки на них. Эти наклейки, а также клей для них одобрены в FIDA и безопасны для проглатывания. Так что нам придется яблочко пить. Переворачиваем яблочко. Итак. Ах! Редисочный смузи. Плохо. Второе. Итак, да, Виктория вопрос. Для Виктории, да. Так, что выбираем, Виктория? Давайте шоколад. Как вы думаете, в каком из фруктов содержится больше сахар? В клубнике или в лимоне? В клубнике. Клубника содержит 40% сахара, а лимон почти вдвое больше. Мы не замечаем этого из-за большого количества лимонной кислоты, которая содержится в них. Более того, такое количество сахара в лимонах может вызвать даже ожирение, если есть их слишком много. Но лимонная кислота вряд ли допустит это. Так что... Виктория, шоколадочку придется перевернуть. Переворачиваем шоколад. Так я поняла все вопросы с каким-то... О, морская капуста. Ферезийская неплохо. Катя, вопрос к вам. Такой фруктик. Банан, банан, банан. А если поместить виноград в микроволновку, он взорвется или нет? Я думаю, что да. Если разрезать виноградину пополам и нагреть ее в микроволновой печи, получится взрывной шар плазмы. Все дело в том, что ягода слишком маленькая, поэтому электромагнитные волны концентрируются слишком сильно и разрывают ее. Поэтому если по каким-то причинам вы захотите разогреть виноград в микроволновке, не делайте этого. Девочки! А, у меня уже да. А дай посмотрим, что было. Даже вот интересно, что было бы. Брокколи. Ну, не такое плохое, кстати, да. Тут, в любом случае, нормально было бы. Туда еще соль, перец и все, и нормально. Виктория, выбирайте что ли? Мандаринки. Мандаринки. Где больше питательных веществ и минералов? В яичных желтках или в белках? В желтках. В желтках. Итак, желтки содержат все полезные витамины и минералы, которые необходимы для полноценного и сбалансированного питания. Конечно, белки лучше подходят для диеты, но если вам нужно много питательных веществ, желтки – это ваш выбор. Да, они содержат холестерин в большем количестве, чем белки, но не стоит забывать, что холестерин является необходимым питательным веществом для ваших клеток. Ура! У нас мандаринки остаются, а могли бы быть огурцы маринованные. С морской капустой. Да. Было бы хорошо. Эх, жалко бы угадали. Мороженое или маршмеллоу? Маршмеллоу. Правда ли, что из арахисового масла можно сделать настоящий бриллиант? Я думаю, что чисто теоретически, наверное, можно. Итак, сейчас мы узнаем. Та-да-дам! Ученые из Германии во главе с Дэном Фростом установили, что в арахисовом масле содержится достаточно много углерода, а значит, его можно преобразить в бриллианты. Для этого необходимо сначала полностью удалить из продукта весь кислород, а потом подвергнуть его огромному давлению, чтобы произошел процесс преобразования. Так что, девчонки, остаются у нас маршмеллоу. Класс! Все мороженое для Виктории. Так, поехали. Правда ли, что картофель может поглощать сигналы Wi-Fi? Я думаю, что вполне может. Та-да-дам! Исследования компании Boeing доказали, что у нас есть кое-что общее с картофелем. Это способность поглощать и отражать радиоволны. Из-за высокого содержания воды и определенного химического состава картофель может поглощать сигнал беспроводного интернета. Использование мешков с картофелем вместо пассажиров в самолетах помогло компании найти и устранить слабые места в беспроводных сигналах во время полета. Вы молодцы, девчонки! У нас остается мороженое, банан. И вот это вот все похлопаем. Что мы получаем смузи, который мы заслужили с самого утра. Сейчас, совсем скоро, мы все это перемешаем и узнаем, каково же это на вкус. Ну что, девчата, вот эта красота уже приготовлена у вас в руках. Дегустируйте, рассказывайте нам свои эмоции. У меня вся надежда на банан, что все будет хорошо. Доброе утро. Утро начинается не с кофе. Да, давайте. Вы, Виктория, не бойтесь, зарядитесь на весь день. Ванильное мороженое. Ну-ка, морская капуста. Ну, если куски редиски можно проглотить, поэтому, в принципе, вполне. Редис осел где-то внизу, вот на дне, и банан с маршмеллоу вообще вполне себе. Ну, вот с другой стороны. Где? Вот тут пить? Да, да, да. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ «Интернешнл». И у нас в гостях совладелица кулинарной студии Мэйс Екатерина Никитина и шеф-повар Виктория Рюцкая. Слушайте, поговаривают, что вот вкусная еда – это не самое главное. А что вот еще важно, чтобы получить максимальное удовольствие от приема пищи? Ну, наверное, хорошо, красиво сервированный стол, потому что сейчас с нашим ритмом жизни заниматься дома украшательством, сервировкой стола, наверное, особо никого нету времени, но всегда можно сделать что-то такое, чтобы стол за завтраком, либо за ужином выглядел немного понаряднее. Наверное, самое первое, что сразу делает какой-то вот, создает какую-то праздничную атмосферу – это текстиль столовый. Мы используем всегда салфетки из натуральных материалов, как там лен или хлопок, потому что они всегда хорошо, благородно выглядят, и их, ну, они приятные на ощупь. Вот, и честно, я бы, наверное, посоветовала, в принципе, в сервировке избегать каких-то скатерти, либо салфеток из полиэстера, потому что это очень так сразу удешевляет, и, скажем так, внешний вид не очень. Вот, ну и по посуде тоже, если нравится экспериментировать с разными сервировками, наверное, лучше приобретать домой там не целый набор, комплект посуды, а там потихонечку, постепенно докупать что-то, там, парное, допустим, там, по две, по четыре, по шесть, примерно в одной цветовой гамме, чтобы можно было создавать какие-то вот интересные комплекты. Вот, и, естественно, цветы живые, это тоже всегда очень выигрышно смотрится на столе. Можно просто, допустим, там, покупать по одному цветочку, там, в стакан воды поставить, оно уже хорошо, красиво выглядит. Вот, мужчины, берите на заметку, что даже один цветочек можно приносить для сервировки. Вообще-то даже, говорится, подарить цветы. На ларьке написано цветы, подарить цветы. Ладно, молодец, хорошо, говорит. По-моему, тебе гвоздика очень люблю, как бы, ну, хотя бы уже три. Ладно, ты молодец, жду от тебя цветов. Цветов! Календулы нарву. Лилии мне подарить, если захочешь. Все, договорились. Многие хотят научиться хорошо готовить, но не у всех получается. Виктория, я знаю, вы за два года прошли путь от начинающего повара до шефа. Как это удалось? Это интересно. Я пошла по головам. Там была одна Марина. Была одна Танька. Таня, да. Нет, на самом деле, большое стремление — это тоже очень важно, потому что, как бы, у меня была цель, и я шла к ней целенаправленно, потому что быть обычным линейным поваром — это очень тяжело, поскольку это выносливость и это большие долгие часы работы на ногах. То есть у тебя редко удается времени и возможность посидеть. Поэтому я помню, когда я первый раз пришла на большую кухню, и муж спросил у меня там, как дела в чатике. Я сказала, ты знаешь, я уже хочу скорее стать шеф-поваром. Это отличная мотивация. А скажи, пожалуйста, топ-5 советов для тех, кто хочет научиться хорошо готовить. Так, тезис на этом. У вас всегда должно быть сливочное масло. Раз. И еще. Свежий вкусный хлеб из пекарни. Два. Простые продукты. Три. Соль и перец. Книга рецептов! Соль, перец и руки. Вот, ровные руки, все верно. И не бояться импровизировать. Да, совершенно. Не бояться импровизировать, экспериментировать. Не бояться сочетать продукты, потому что это очень важно. Многие боятся испортить продукт. Ну, не бойтесь, пробуйте. Пробуйте до того момента, пока у вас не получится то, что надо. Жизнь одна. Делайте, что хотите. Кайфуйте! Если сказала сырники, значит сырники. Да, соленый, соленый. Что ж, мы прощаемся с нашими гостями, со владелицей кулинарной студии Маис Екатериной Никитиной и шеф-поваром Викторией Риутской. Пока! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok